Итак, много раз видел видео на интернете, на ютубе, как разные люди готовят мясо по-разному. Вопрос в том, что вопрос готовки мяса укладывается в вариант температуры. Если мы говорим о готовке мяса, надо учитывать, что каждое дерево горит при своей температуре. Если мы готовим на вишне или на яблони, у них примерно одинаковая температура горения. Но на сосне или на дубе готовить нельзя, потому что она обгорает. Хорошо. Итак, сейчас печь протоплена сосной. Это не гриль, это печь домашняя. В нее установлена подставка для прожигания угля. И сверху положена решетка для гриля. Хорошо. Температура внутри 700 градусов. Сейчас мы будем готовить мясо на 700 градусов. 700 на углях я имею в виду. Итак, ложим. Идет закладка. Я думаю, в течение пяти минут мы управимся. Вопрос горения. Это вопрос трех составляющих. Когда у нас есть температура, топливо и кислород. В любом случае, если мы исключаем из процесса горения одну из этих составляющих, огня не будет. Так? Так. Теперь мы перекрываем кислород. Ждем. В течение минуты. Это все получается видео без прерывания на рекламу или на всю остальную хрей. Но у нас есть жареное мясо за, я бы сказал, 3-5 минут. Вопрос приготовки мяса, это как вопрос по электрике. Есть напряжение, а есть сила тока. Вот у нас сейчас сила тепла такая, что 300 килограммовая печь, состоящая из чугуна и камня, будет прожаривать это мясо в течение этих 5 минут полностью. Его толщина, самый большой кусков, я думаю, порядка 3-4-3 сантиметра. Вот он может быть чуть-чуть потолще. Но он будет прожарен полностью. Итак, печь разжена сосной. Выключая фонарик, вот вам температура угля, свечение деревянного угля и все остальное. Вопрос приготовки мяса, это вопрос температуры. Сейчас мы этот режим, стандартно принятый, нарушаем по полу. Итак, прошла минута, пора переворачивать. По предыдущему опыту скажу, что это пора делать. Подожди поближе. Пить. Пить. Быстро закрывает огонь. То есть открыли дверь, пошел огонь. Закрываем, ждем буквально еще, я бы сказал, минуту три. И я разрежу мясо, покажу результат. Объем тепла это как в электрике ампераж. Убивает, не напряжение убивает электрика. Здесь тоже самое. Готовит не температура, а количество тепла, которое мы можем сохранить. Любой гриль имеет большой недостаток, что у него нет большого накопителя тепла. Очень тонкое железо. При закладке мяса происходит падение температуры. В печи этого нет, как и в русской печи, которая является идеалом для данной готовки мяса. Но, извините, у меня ее нет. У нас есть чугунная печь. Двойной корпус. Внутри обложено камнем 300 кг. Для приготовления 2 кг мяса, я думаю, она вполне подходит. Ну и для отопления дома, соответственно. Подойди, покажи. Вот сейчас мясо готовится, кипит как на низу, так и наверху. Мы не прерываем видео специально, чтобы показать, что это реальный процесс. Он проходит в течение буквально 5 минут. Это не первый раз, в котором мы так делаем. Первый раз я это делал порядка 3 лет назад. Разрабатывал свои рецепты приготовки мяса в течение последних 10 лет. Но это один из вариантов, с которым я не сталкивался на YouTube. Я не видел, чтобы люди именно делали так. Если я не прав, расскажите, покажите. Просто интересно. 5 минут в печи. Это свинина, это вырезка сверху. Не тряси камеру. Пахнет хорошо. Я думаю, сейчас соседи все нюхают. Через трубу набер. Ну да. Сейчас. Пускай ножик. А, давай. Акрыл. Какой возьмем? Ну давай тот, который сейчас начнем потихоньку снимать. Те, которые больше готовы. Все равно мясо одинаково не готовится. Да, я подержу. Я подержу, я держу. Тарелочку принесли. Вот, тарелка. Тарелка. Так, первое мясо съем. И раз. Это готово. Это. На стоечку. Это готово. Придется в тарелок описать, что это по-русски будет. Потому что некоторым... Чего-нибудь злаичник придется поставить тогда. Смелл гууд. Вот эти два я бы еще оставил на чуть-чуть. Отставлю на пару минут. Хорошо. И так... Не-а-а. Я беречу, что ли? Покажи поближе. Какой разрезаем? Какой самый толстый? Вот этот? Вот этот. Свечение хорошее. Чуть-чуть сыроват. Неплохо пробил. Вот это. Вот оно осталось. Итак, другой разрезаем. Тоже. Фактически готов. Это коричневый в этом. Это что? Это соус. Пропитанный. Вот это можно положить обратно. Буквально на 2-3 минуты. 2-3? Да. Он будет готов. Что-то быстро. Оставляет. Итак, снятие. Скушу. Амири. Вкусно? Чем дольше мясо находится на огне, тем больше оно сохнет. По-другому не получится. Мы должны его или укрывать, или как-то мариновать, или думать, как в процессе готовки не потерять температуру. Если вы жарите в печи, или готовите мясо в печи, у вас нет такого падения температуры, и вы готовите быстрее. Пробуйте. Пробуйте, пытайтесь, смотрите. Что у нас там осталось? Два больших скушков. Вот видишь, вот этот срез, он уже полностью почти зажарился, пропекся. Ну да, ничего не выдам без фонарика. Слиз. Ну да. Опа, соус. Переворачиваем. Сделай на чоку. Смотри. Оно тут что-то. Странко съедет. Смотри. Хорошо. Еще минуты, и все. А эти куски, просто вкусно. по лесу вижу что очень вкусно момент прожарки вот этот момент чтобы количество тепла необходимо для прожарки мяса но был было не терялась когда вы теряете температуру объем тепла и я даже не знаю как это объяснить но я вижу как это работает я перепробовал на штук 15 разных грилей сейчас на улице стоит тандыр но извините на улице холодно я туда не пойду и на зимний период мы переносим процесс жарки в дом в печь работает я бы сказал прилично и мне это нравится и весной будем делать весной весной будет жарко придется тогда печку на улице вытаскивать поезд на улице стоит ну нет у нас есть тандыр мы на тандыре будем делать ну а так вот просто в домашней печи вопрос приготовления мяса я не считаю что это большая проблема делюсь своим опытом не считаю себя умным просто то что у меня получается выключай